Третья попытка продать Улан-Удэ Стальмост завершилась скандалом. Единственного покупателя не допустили к торгам. Им оказалась некая Анна Томских. После этого женщина обратилась в арбитражный суд. Торги приостановили. А в правительстве Бурятии заявили, что этот покупатель – подставное лицо. Определенные круги, понимая, что после проведения финальных торгов они окажутся неудел, а мы знаем прекрасно, что у нас за эти десятилетия сложились определенные структуры, которые зарабатывают свои деньги именно на том, что они добивают предприятие, распродавая вполне жизнеспособное наше производство. В правительстве предполагают, попытки сорвать продажу Улан-Удэ Стальмост могут повториться. В остальном советник главы Бурятии оптимистичен и верит в оздоровление предприятия после проведения новых торгов. У нас потенциальные покупатели есть. Это структуры, которые, как я уже говорил, имеют тесное отношение к сберегательному банку России. Они никуда не делись, просто видя, что данные торги срываются. Естественно, конечно, просто смысла там не было заявляться. Но эти торги будут проведены. Следующие торги ориентировочно пройдут в середине сентября, пока завод работает в обычном режиме. По словам Алдара Бадмаева, он загружен заказами. Например, должен изготовить 3500 мусорных баков для города. Подробнее о ситуации с Улан-Удэ Стальмост смотрите в программе «Актуальная тема». Субтитры создавал DimaTorzok